Итак, уважаемые коллеги, я очень рада, что вы сегодня на нашем вебинаре, и мы с вами будем говорить на тему детская художественная литература как средство формирования мировоззрения и эмоционального интеллекта ребенка. Хорошо, хотелось бы начать со следующего. Образцам художественной литературы, так как большую часть времени дети находятся в детском саду, да, вы скажете, семья может быть не уделяет внимания должного сейчас этому процессу чтения, поскольку если мы с вами заглянем в прошлое, немножко там 19 век, было семейное чтение, были традиции семейного чтения. Многие традиции в связи с тем, что наша жизнь меняется, они уходят, к сожалению, да, но так как я уже начала эту мысль, да, долгое время, большую часть времени ребенок проводят все-таки в детском саду, а из ребенка можно лепить, да, можно лепить. Здесь, конечно, большую роль играет воспитатель в формировании именно вот этой вот духовной, нравственной культуры, вообще культуры чтения. И если мы начнем эту работу уже с детского сада, ежедневную, плодотворную, то, конечно, плоды будут. А нам это нужно для чего? Что важно? Почему вообще, почему важно читать художественную литературу? Всем абсолютно, начиная с детского возраста, но только для того, чтобы наше общество оставалось духовным. Это, прежде всего, это духовное развитие, это умение размышлять, умение понимать, умение анализировать, умение погружаться в художественную ткань. Это есть культура, это наши традиции. И, конечно же, художественная литература, она выполняет эстетическую функцию. То есть, когда мы читаем именно художественную литературу, мы получаем эстетическое удовлетворение, эстетическое наслаждение. Да, сейчас мы очень часто обращаемся к интернет-ресурсам, читаем электронные книги, мы очень много читаем информации и слышим ее из масс-медиа. Но это не та информация. Художественную литературу она не может заменить, потому что мы слышим публицистику, мы слышим какие-то новости, мы читаем какие-то научные, научно-популярные книги, какие-то интересные заметки. Но художественная литература, на то она и художественная литература. Это есть духовное развитие общества. Это есть наша душа, это есть наши мысли, это наши эмоции, наши чувства, наши переживания. И это яркая, это глубокая мысль, это русское слово, которое из поколения в поколение мы с вами должны нести для того, чтобы сохранить нашу ментальность, нашу национальную языковую картину мира, наш национальный вот такой колорит. Поэтому, безусловно, очень важно буквально с рождения обращаться к художественной литературе. Да, во многих семьях вообще сейчас в книге, к сожалению, мы равнодушны, но так как ребенок долгое время, большую часть времени находится в детском саду, здесь можно и нужно ежедневно обращаться к образцам художественной литературы. Нас, конечно же, интересует детская литература. Детская литература, ну здесь тоже по-разному лингвисты и литература веда все это трактуют, да. Детская литература предназначена для детского чтения. То есть это комплекс произведений, созданный специально для детей с учетом психофизиологических особенностей их развития. То есть для каждого возраста есть рекомендуемая детская литература, литература для чтения. И есть литература о детях, о детях. То есть там главным героем является ребенок, является ребенок. Но, допустим, если мы возьмем классику, например, Сергей Тимофеевич Аксаков в детские годы, Багрова внука, и мы можем взять Толстого, да, детство, пожалуйста, горькие детства и так далее. То есть есть литература для детей и литература о детях. То есть разные подходы совершенно, да. Безусловно, мы должны вырабатывать вот эту культуру чтения. Замечательно, если еще и дома ребенка читают и читают ежедневно, это замечательно. То есть в руках мы держим взрослые, мы показываем свой пример, мы держим книгу. Книги сейчас очень красивые, иллюстрированные, да. Мы с вами прекрасно знаем историю, что раньше эти книги могли иметь только богатые люди, потому что они создавались очень трудоемко, это была трудоемкая работа. И сейчас, в общем-то, книга, она и внешне очень красивая, хочется потрогать ее, полистать. Бумажный вариант, он, конечно, не сопоставим с электронным. Должна быть культура чтения, ежедневного чтения, и мы являемся этому примером. Далее, на что еще хочется обратить внимание. Существует, конечно же, большое количество методических рекомендаций по подбору именно произведений для детей дошкольного возраста, младшего школьного возраста, есть дифференциация, конечно же. И принципы здесь абсолютно различные. По хронологии мы можем начать читать литературу 19-го, дальше 20-го, 21-го века. Мы можем учитывать возрастные особенности детей, да, и нам рекомендуют в таком контексте знакомить детей с литературой художественной. И, конечно же, литературу мы разграничиваем по тематике, по тематическому принципу. То есть это может быть литература о природе, о времена года, о животных, о растениях, литература о нравственности. Ну вот самое важное, конечно же, ну и так далее, да, абсолютно разные тематические блоки могут быть, но прежде всего, конечно же, мы с вами должны задумываться о том, что мы хотим сформировать, да, обзнакомиться с тем или иным произведением, какие качества, какие категории. Дело в том, что сейчас вот в обновленных ГОСах, в ГОСах у нас везде прописано, то есть мы готовим детей к следующей ступени жизни, мы даем такие знания, которые им пригодятся в жизни. И вот здесь, конечно же, уже в дошкольном заведении мы формируем умение слушать, да, умение рассуждать, умение понимать, умение анализировать, умение обращаться с книгой. Дальше в начальных классах мы расширяем этот диапазон. И вот те, даже на те темы, которые мы будем говорить с детьми дошкольного возраста, да, это хорошо или плохо, это добро и зло и так далее, все это нам будет дальше нужно. В девятом классе у нас дети пишут сочинения, сочинения рассуждения на тему нравственности, что такое доброта, что такое милосердие. То есть все это мы закладываем постепенно, от одной ступени к другой, да, все это переходит, и потом, в общем-то, выливается в различные диагностические работы. Уже в одиннадцатом классе это ЕГЭ, там тоже мы размышляем на какую-то тему. Но самое важное, мы учимся понимать, мы учимся слушать, мы учимся анализировать, и уже в девятом-одиннадцатом классе мы учимся по прочитанному писать, да, какие-то свои мысли. Поэтому вот то, что мы должны в детском саду делать, это, в общем-то, дает свои результаты и дальше, да, это необходимая, очень важная работа. Да, художественная литература, именно детская художественная литература, сегодня мы говорим о ней, это одно из эффективных средств, конечно же, духовного, эстетического, нравственного воспитания, безусловно. Это формирование мировоззрения, это развитие языковой картины мира ребенка, его эмоционального интеллекта. Если у нас есть эмоциональный интеллект, то, в общем-то, не все потеряно. Общество, оно живет, оно развивается правильно. С помощью детской художественной литературы ребенок познает окружающий мир, знакомится с законами социума, учится сопереживать героям произведения. То есть происходит обогащение его эмоционального опыта, что очень важно. Происходит изменение ценностных ориентиров, не случайно аксиологический аспект, то есть это те ценности, которые закладывает, в том числе, художественная литература. Использование образцов, а именно мы рекомендуем, да, для прочтения всегда образцы, а у нас их очень много на русском языке, образцов художественной литературы. Они эффективны не только для формирования эмоционального интеллекта, но и для развития коммуникативных способностей ребенка, расширения и обогащения его лексикона, его кругозора, формирования внимания. Конечно же, когда он слышит такое вот образцовое прочтение из уст воспитателя, он слышит вот это русское слово, у него формируется любовь к слову, и, конечно же, развивается речь, безусловно, он слышит эту устную речь, и он подражает, и он копирует. То есть здесь многозадачность, многозадачность, безусловно. Дошкольный возраст является, конечно, такой вот первой ступенью в развитии будущего читательского опыта, читательского таланта. Но при этом, конечно, дошкольники, они не являются активными читателями, их нужно воспринимать как активных слушателей, прежде всего, да, то есть мы готовимся. Но когда есть возможность услышать, потрогать эту книжку, да, посмотреть, полистать, вот эту культуру общения с книгой мы формируем именно уже закладом, я бы сказала, до пяти лет. До пяти лет. Детская художественная литература. Конечно, направлений, как я уже отметила, очень много, да, если мы тематически с вами будем вот это как бы так раскладывать, да, да, это мир флоры и фауны, это различные литературные сказки, но прежде всего, прежде всего, при подборе литературы для чтения ребенку мы, конечно же, должны затрагивать вопросы нравственности. Вот этот аксиологический аспект, он самый главный, самый важный. То есть что есть хорошо, а что есть плохо, добро и зло, да, милосердие, уважение и так далее. То есть вот это мы обязательно формируем, потому что очень часто сейчас, вообще сейчас не просто с воспитанием, не просто с традициями, поэтому, конечно же, если мы будем в дошкольном заведении и дальше уже в школе обращать внимание на вот эти нравственные законы, законы морали и совести, да, безусловно, мы сможем сформировать вот такие вот, такую личность, которая, в общем-то, будет жить правильно и в уважении к поколениям, да, к пожилым людям и так далее. Вот. Это основная задача художественной литературы. И, резюмируя то, что вот я уже озвучивала, мне хочется сказать следующее. При подборе художественной литературы следует, конечно же, обращать внимание на художественную ценность, идейную направленность, учет возрастных особенностей, занимательность, литературный язык. То есть, чтобы у ребенка был интерес обязательно, и чтобы они слышали вот эту прекрасную русскую речь, прекрасное русское слово. Рекомендаций по прочтению, конечно же, очень много. Вы сами можете все это подбирать, да, регулировать и выбирать те произведения, которые, на ваш взгляд, подходят именно к той детской аудитории, с которой вы работаете. Но есть классика, которую мы с вами никак не можем обойти, да, уважаемые коллеги, безусловно. Например, вот здесь я выделила Лев Толстой рассказы для маленьких детей, Могилевская, мой папа волшебник, Михалков, а что у вас, Поляков, за что спасибо маме говорят, Зощенко рассказы для детей, Асеева, хорошая, Синие листья, Агния Барто, Вовка, Добрая душа. Ну и, конечно, прекрасное произведение Катаева «Цветик-семицветик», которое как раз-таки затрагивает эти вопросы нравственности. Так, например, в дошкольном заведении мы не можем, наверное, его обойти, мы его и почитаем, и мультфильм посмотрим обязательно, да. Также, например, и в пятом классе, вот уже в школе, мы не можем обойти произведения Тургенева Ивана Сергеевича «Муму», потому что они формируют нравственность, они формируют нашу оценку, они формируют наше поведение, правильное поведение в той или иной ситуации. Ну вот очень интересно, вообще сказок очень много поучительных, безусловно. «Братья», корейская сказка тоже очень интересная. Да, сейчас я поговорю, я вижу вопросы, раскройте, пожалуйста, что вы вкладываете в понятие «идейная направленность». Да, я сейчас очень подробно остановлюсь на некоторых произведениях. «Идейная направленность» – это то, что нам хочет сказать автор. Это основной замостел, это та мысль, которую он хочет до нас донести. То есть то самое главное зерно, ради чего написано произведение. Отвечаю на ваш вопрос, Ольга. И дальше мы немножечко с вами поработаем с некоторыми произведениями, уже более конкретно. Вот я не случайно еще здесь выделила сказку «Братья». Я думаю, тоже она будет понятна детям, хотя она корейская. Очень важно правильно, чтобы складывались отношения между членами семьи. И вот в этом смысле эта сказка, она показательная. Когда в семье несколько детей, как нужно относиться друг к другу, да, как нужно друг друга любить, беречь. И почему вас так, например, двое, трое, да, или четверо в семье. Почему, как вы должны друг другу помогать в вашей жизни. Вот очень важно именно на примере художественной литературы показывать детям эти образцы, чтобы им дальше было правильно, чтобы они дальше могли правильно жить и ориентироваться в этой жизни. То есть это мы все закладываем, безусловно. Вот. И я хотела бы начать с поэзии. Конечно, разные жанры нам предлагаются, да. Но вот, например, я, допустим, можно взять тематическую подборку, то есть времена года, да. Стихов очень много. Мы можем взять только стихи об осени, мы можем взять дальше стихи только о зиме, мы можем взять стихи только о лете, да, и так далее, о весне. То есть наблюдать за природой в том числе, но через слово. Вот. Давайте сейчас я прочту стихи, а вы подумайте. Вы можете, кстати, в чате писать, какие бы вопросы задали детям, как это можно соотнести с межпредметными, да, явлениями. Ну и прежде всего, конечно же, вот так можно поработать с этим стихотворением. Пожалуйста, свои тоже вопросы, идеи пишите. Вот. «Дарит осень чудеса, да еще какие! Разнаряженные леса, шапки золотые, на пеньке сидят гурьбой рыжие опята, и паук, лавкач какой, тянет сеть куда-то, дождь и жухлая трава, сонной чаще ночью, непонятные слова до утра вормочут». Михаил Гегер. Стихов очень много, безусловно. Они формируют вот эту музыкальность, да, такой вот, понимаете, интонационное, конечно, богатство показать, безусловно, но дальше уже в начальных классах детки будут знакомиться с изобразительно-выразительными средствами, такими как эпитеты, да, прилагательные, вот образные выражения прилагательные. Здесь этого очень много, то есть мы рисуем образ, какие бы мы вопросы задали, то есть прежде чем, вообще можно по-разному работать, есть предчтение. Иногда у нас текст, любой текст вообще поэтический, либо, например, у нас, допустим, рассказ-повесть, да, он имеет название. Мы можем спросить детей, да, до чтения, почему так названо произведение, почему так называется, то есть это предчтение, мы что-то предвкушаем, вот, а затем мы уже работаем над деталями, то есть какие мы образы рисуем, какая у нас осень, как ее описывают, да, здесь, что она у нас вот такая вот в золотых шапках, что леса разнаряженные, да, вот, дальше мы видим, что здесь грибочки, да, поспели, тут у нас паучок, то есть дальше мы можем даже посмотреть, сейчас у нас есть интерактивные вещи, можем посмотреть, да, как паучок выглядит, как, то есть с природой соотнести все это, рыжие опята, а мы можем выйти на природу, это увидеть, да, листочек можем рассмотреть на участке у себя, да, какой он, то есть опять-таки здесь очень важно, можно подобрать разные синонимы, да, к этому листочку, какой это листочек, вот здесь у нас золотые шапки, а еще какие они желтые, еще какие оранжевые, а какие еще, и так далее, то есть можем лексикон ребенка таким образом пополнять, выбирая различные синонимы. Дальше вот здесь посмотрите, дождь и жухлая трава, что значит жухлая трава, как вы понимаете это выражение, жухлая трава, то есть увядшая, да, поникшая, засохшая и так далее, то есть что они подберут, какие, как они представляют эту траву, сонные чаще ночью, непонятные слова до утра обормочут, дождь и жухлая трава, то есть какие звуки осени мы можем с вами услышать, а что вы слышали, а что вы слышите, да, то есть если мы, допустим, какую-то экскурсию или просто на участке наблюдаем за осенней природой или экскурсию совершаем, поэтому здесь, конечно, вот эти образы, которые нарисованы словами, да, красками, мы, безусловно, над ними работаем. Какие ассоциации возникают у ребенка, какое настроение вызывает у вас это стихотворение, какие краски использует автор, вот какими словами это передает, какие мы синонимы, какие, да, когда поберем, как еще можно охарактеризовать осень, ну, смотря какого возраста дети, да, они подберутся. Поэтому, конечно, мы в поэзии, безусловно, обращаемся. Здесь может быть целая подборка, тематическая подборка. Или вот, например, зима, тоже известное стихотворение. Иван Захарович Суриков, да, мы в зиме с вами, мы наблюдаем за природой, мы смотрим на эти снежинки, на падающий снег, как мы говорим, белые мухи, да, фразеологизм, у нас есть белые мухи за окном, то есть падает снег. Белый снег пушистый в воздухе кружится, и на землю тихо падает, ложится, и под утро снегом поле побелело, точно пеленою все его одело. Темный лес, что шапкой принадкрылся чудный, и заснул под нею крепко, непробудно. Божьи дни короткие, солнца светит мало, вот пришли морозцы, и зима настала. И вот какая зима, почему стихотворение называется «Зима», да, какая у нас зима, какой снег, вот здесь он белый, он пушистый, еще, ребята, какой снег может быть, да, какие образы, что они могут подобрать, какие-то еще свои, да, эпитеты, на землю падает, ложится, вы наблюдали за снежинками, какие они, да, какой бывает снег, даже вот по ощущениям, на ладошку, да, у нас упала снежинка, мы за ней наблюдаем, какая она, поле побелело, точно пеленою все его одело. Здесь очень много сравнений, что шапкой, то есть такие большие сугрубы, вот. В общем-то, здесь можно очень хорошо порассуждать с детьми, какая бывает зима, солнца светит мало, да, и пришли морозцы, какие бывают морозы. То есть вот таким образом, да, уже учимся понимать, понимать стихотворение, учимся вот именно эмоционально воспринимать прежде всего. Сначала мы стихотворение воздействуем на наши эмоции, на наши чувства, потом у нас возникают определенные ассоциации, вот, определенное настроение, мы рисуем определенную картину, и мы понимаем, что такое зима, какая зима. Безусловно, конечно, замечательно детям дошкольного возраста всегда предлагать нарисовать, да, что-то, что вот они услышали, что они почувствовали. Нарисуйте, изобразите то, что вы здесь услышали, да, в своем рисунке. Это всегда хорошо. То есть вот связь такая разных видов искусства. Ну и вообще, когда мы работаем, наверное, с поэзией, со стихами, мы, конечно, можем привлекать разные виды искусства. Безусловно, здесь и музыка хороша определенно, здесь и картина, и живопись, все это замечательно работает. Дальше. Если мы с вами, коллеги, говорим о... Да, конечно, здесь я вижу, я уже вначале сказала, здесь вопрос у нас возник. Старший возраст. Все для определенного возраста, да, конечно, каждый возраст требует определенных произведений. Безусловно, безусловно. Но, так или иначе, стихи мы читаем, конечно. И вот дальше мне хотелось бы пойти, перейти к следующему стихотворению. Пришлим Михаил Михайлович, «Болоток молока». Такое вот простое, простое, небольшое, коротенькое, да, произведение. Давайте мы с вами его посмотрим. Да. Давайте я открою. Вот вместе со мной можно читать. Во-первых, давайте, вот предчтение, да, мы еще не прочитали, «Болоток молока». Мы можем сразу задаться вопросом, почему так назвал автор произведения, «Болоток молока». Почему так называется? Ну и уже какие-то, мы скажем, да, то есть почему, почему «Болоток молока» называется, ребята, это произведение, как вы думаете? Они какие-то свои мысли выскажут, да, потому что так или вот так. И у нас какие-то, может быть, мысли появились. А дальше мы читаем. Чтение, может быть, с остановками, с комментарием, особенно если у нас встречаются какие-то непонятные слова, безусловно, мы это объясняем. Но я чуть позже тоже скажу об этом. И вот текст. «Лада заболела, чашка с молоком стояла возле ее носа, она отвертывалась, позвала меня. Лада, — сказал я, — надо поесть, она подняла голову и забила прутом. Я погладил ее. От ласки жизнь заиграла в ее глазах. Кушай, Лада, — повторил я и подвинул блюдце поближе. Она протянула нос к молоку и заплакала. Значит, через мою ласку ее силы прибавились. Может быть, именно эти несколько глотков молока спасли ее жизнь». Здесь текст очень интересно построен с точки зрения композиции. Мы сначала узнаем, что Лада заболела. Мы предполагаем, что это животное, это собака. Собака, хозяин, который очень переживает. Что же делать? Она отказывается кушать. Вот мы об этом узнали. И дальше, посмотрите, как бы автор, вот повествуя, сам объясняет, что происходит и делает вывод. И делает вывод. Вот это очень хорошо для детей дошкольного возраста, то есть доступно и понятно. Доступно и понятно. От ласки жизнь заиграла в ее глазах. То есть он предложил ей молоко, он переживает, животное это чувствует. От ласки жизнь заиграла в ее глазах. То есть она захотела жить. Он повторил еще раз, подвинул блюдце. И она протянула нос к молоку и заплакала. То есть животное, как и человек, оно тоже все чувствует. Так же чувствует, как и человек. И дальше, посмотрите, уже автор делает вывод. Значит, через мою ласку ее силы прибавились. Может быть, именно эти несколько глотков молока спасли ее жизнь. И вот посмотрите, здесь можно порассуждать очень о многом. Разные могут быть выходы. Мы здесь, во-первых, видим заботу человека о животном, сострадание, тепло человеческое. Мы видим доброту. Мы видим, что животное, так же как и человек, понимает, чувствует, так же болеет. И здесь можно выйти на своих домашних питомцев, да, уже. А кто есть у вас? А за кем вы ухаживаете? Да? А когда вы болеете, кто за вами ухаживает? Вот что такое ласка, как вы ее понимаете? Нужна ли она человеку? Нужна ли она животному? Мы с вами знаем, наверное, из психологии, да, знаем все, что, например, ребенку ласка нужна сто раз в день, а женщине пятьдесят раз в день, по мнению психологов. Вот поэтому вот здесь вот вроде бы ласка, но она выходит и на заботу, и на тепло, на сострадание, на доброту, на любовь к братьям нашим меньшим, на то, что человек в ответе за них, да, вот поэтому выходов очень много. Такие коротенькие произведения, они уже заставляют детей задуматься, поразмышлять, да, отвертывалась, да, устаревшая форма обязательно, да, можно сказать, вообще, когда мы читаем текст, я вот дальше там еще взяла текст, это еще посложнее специально, да, если мы, обязательно, работа над словом должна быть, особенно если детишки уже, да, шести, семи лет, вот, пяти лет, то есть объяснять нужно, вообще надо детям все объяснять, потому что очень много встречается архаизмов, историзмов, особенно в литературных сказках, вот дальше я тоже расскажу, художественная литература, отвертывалась, то есть отворачивала голову, чтобы им было понятно, да, вот здесь она подняла голову и забила прутом, то есть она стала двигаться, да, задвигалась, то есть как собачка двигается, да, то есть и прутом забила, здесь где-то и хвостик, да, и голова, то есть завиляла, задвигалась, то есть нужно объяснять, вот доступно, чтобы дети понимали, о чем идет речь, обязательно работа над лексическим значением слова, она необходима, потому что по, в тексте, в текстах встречаются непонятные слова, а мы должны объяснить, чтобы им было понятно, таким образом мы их, и лексикон расширяем, да, обогащаем запас, безусловно. Давайте пойдем дальше, или вот, например, вот еще взяла одно произведение, Сергея Михалкова, тоже замечательное, тоже с детьми, в общем-то, 6-7 лет, очень хорошо можно здесь побеседовать. Ребята, вот предчтение, булка, еще не читаем, булка, что такое булка, как вы думаете, о чем пойдет речь дальше, почему так автор вот назвал произведение, как вы думаете, вот они предполагают, вот может быть вот так, то есть это предчтение, их высказывание до того, как мы начали читать. И вот мы начинаем читать. Три паренька по переулку, играя будто бы в футбол, туда-сюда гоняли булку и забивали ею голову. Шел мимо незнакомый дядя, остановился и вздохнул, и на ребят, почти не глядя, к той булке руку протянул. Потом, насупившись, Сергея-то, он долго пыль с нее сдувал и вдруг спокойно и открыто при всех ее поцеловал. Вы кто такой? спросили дети, забыв на время про футбол. Я пекарь, человек ответил, из булка медленно ушел. И это слово пахло хлебом и той особой теплотой, которой налиты под небом моря пшеницы золотой. вот буквально несколько строк, да, все дети любят хлеб, все дети любят булки, да, все это они любят. Вот здесь столько выходов, посмотрите. Во-первых, мы говорим о том, конечно, сейчас детям пока до школьного возраста сложно объяснить вот эту ценность. Дальше в начальных классах мы обязательно должны говорить о том, что была война, о том, что был голод, о том, что такое Ленинград, и какая была блокада, и как люди получали по крошке хлеба, вот это стихотворение просто вот оно замечательно отложится, это произведение туда, но здесь хотя бы, да, уже мы можем говорить о чем? Потрясающе, конечно, посмотрите, сколько нравственных моментов. Разве можно ли играть с хлебом, вот так вот, пинать его, да, и сейчас посмотрите, мы что происходит у нас, мы сейчас очень много выкидываем хлеба, да, в мусор просто, и дети это видят. И вот здесь нужно вообще рассказать о том, кто такой пекарь, и как в этой профессии, и как выращивается зернышко хлеб, чтобы он попал на стол, да, вот эту процедуру на их доступном для них языке нужно объяснить, как он выращивается, как он перемалывается, как пекут, и как потом появляется хлеб на нашем столе, как это все непросто, как это все тяжело, как это трудоемко, вот. Можно ли, конечно, воспитательная работа, нравственный разговор, безусловно, да, я вижу здесь еще, конечно, параллелей можно много, можно, конечно, можно очень много параллелей здесь провести, то есть аксиологический компонент здесь огромный. Дальше о профессии, кто такой пекарь, о том, можно ли вообще играть с продуктами, вот так вот в футбол, для чего это предназначено, и посмотрите, да, какое бережное отношение, долго пыль с нее сдувал, и вдруг спокойно, открыто, при всех ее поцеловал. И вот здесь мы можем выходы уже какие пойти, у нас могут быть выходы и на пословицы, и на поговорки, и иллюстрации мы можем все показать, чтобы мы воспитали вот эту ценность хлеба, а это же ментальность, русская картина мира, хлеб-соль, хлеб всему голова. Вот здесь, в общем-то, очень глубокие вещи, и я думаю, что доступно с людьми об этом говорить, безусловно. Да. А еще здесь вообще, а как вы, да, обращаетесь с хлебом, а выкидываете ли вы его, а нужно ли так делать, ну, нужно покупать хлеб в меру, да, брать в меру, то есть вот тут можно очень много говорить о том, как нужно себя вести с хлебом, вообще с продуктами, что это есть ценность, да, как они к нам попадают на стол, чтобы у ребенка все-таки это формировалось, потому что мы живем век изобилия, когда у нас все есть, и им очень сложно понимать вот эту ценность порой, поэтому об этом надо говорить, и вот как раз художественная литература нам в этом поможет. Идем дальше. Следующее произведение, которое тоже я вот не случайно взяла, и нам его рекомендуют, вы знаете, сейчас очень много ситуаций, мы с вами, например, едем в автобусе, и заходит бабушка с ребенком, да, с внуком, с мальчиком, и говорит ему, садись, а я постою, то есть она сажает его, а сама стоит, старенькая бабушка со своим внуком, или она его провожает в школу и несет его огромный портфель, а внук больше бабушки, да, и так далее, мы говорим, вот, а потом мы удивляемся, почему же у нас вот так происходит, да, ну, есть и феминизация, много таких процессов, где там женщина в чем-то виновата, безусловно, но тем не менее, вот это воспитание, оно идет, безусловно, в семье, конечно, но в детском саду мы можем тоже какие-то точки над и расставить, и научиться делиться, научиться уважать старших, научиться ценить ближнего, научиться быть, наверное, более внимательным своим братьям, сестрам, своим бабушкам, дедушкам, вот этому учат нас художественные произведения, здесь важно, конечно, ежедневно обращаться к художественной литературе, и потихонечку, вода камень точит, да, потихонечку, потихонечку, в общем-то, формировать вот эту правильную картину мира, потому что дети вырастают, и нам потом жить в этом обществе, нужно думать о будущем, и вот здесь я тоже обращаюсь к этому произведению, я считаю, что оно прекрасное, называется печенье, тоже опять же, ребята, до прочтения, почему, как вы думаете, так называется произведение, о чем пойдет речь, почему печенье, вот какие ассоциации у них возникают, это предчтение, потом мы читаем, это банальная ситуация, которая у нас просто каждый день происходит, да, в семье, мама высыпала на тарелку печенье, бабушка весело зазвенела чашками, все уселись за стол, Вова придвинул тарелку к себе, дели по одному, сказал Миша, мальчики высыпали все печенье на стол, и разложили его на две кучки, ровно, спросил Вова, Миша смирил глазами кучки, ровно, бабушка, налей нам чаю, бабушка подала обоим чай, за столом было тихо, кучки печенья быстро уменьшались, рассыпчатые, сладкие, говорил Миша, угу, отзывался с набитым ртом Вова, мама и бабушка молчали, когда все печенье было съедено, Вова глубоко вздохнул, похлопал себя по животу, и вылез из-за стола, Миша доел последний кусочек, посмотрел на маму, она мешала ложечкой, не на чай, он посмотрел на бабушку, она жевала корочку черного хлеба, вот, очень наглядно, очень показательно, да, то есть, а умеем ли мы делиться, вот, здесь очень яркий текст, во-первых, посмотрите, да, высыпали печенье на стол, и сделали только две кучки, то есть, мы думали только о себе, и дальше опять, бабушка налей чай, то есть, все для нас сделай, вот, очень ярко все это описано, то есть, и мы подводим детей к тому, мы рассуждаем, правильно ли себя вели мальчики, что они сделали не так, как нужно было поступить, и дальше мы идем уже на семью, да, а вы делитесь своей семье, у вас есть младшие братья, или там старшие братья, сестры, вы делитесь друг с другом, почему нужно делиться, и вот какие выходы, да, здесь опять-таки, аксиологический компонент, очень глубокий, очень глубокий, вот, поэтому, конечно же, конечно же, обязательно, вот здесь по поводу, как надо, бывают случаи, когда ребенок вступает в место пожилого человека, мама говорит, сиди, другие уступи, ты маленький, но мама не думает просто о том, что она тоже потом когда-то будет старенькой, и, возможно, ей придется ехать в транспорте, и какой-то ребенок тоже ей не уступит место, понимаете, мы должны думать о будущем, и правильно себя вести, если мы хотим, будучи старыми, тоже получить этот ответ, есть эффект бумеранга, вот, поэтому в семье здорово, просто замечательно, если и в семье идет вот эта работа, с художественным словом, с художественным текстом, и работа над нравственностью, а если такого нет, и это часто сейчас встречается, тогда вся нагрузка ложится на воспитателя, и у вас очень важная миссия, вы, если каждый день будете над этим работать, каждый день читать, ежедневно, что-то анализировать, пусть 10-15 минут в день, потихонечку мы все равно сформируем вот это зерно, зерно истины, да, и у нас, в общем-то, будущее будет, будущее будет, вот, текст прекрасный, пусть воспитывают, это правильно, значит, воспитание работает, что ребенок пришел домой, сказал, нужно поделиться, давайте печенье поделим всем поровну, давайте конфеты поделим всем поровну, всех угостить, это будет просто замечательно, значит, он понял содержание текста, и уже применяет это в жизни, что нужно делиться, с теми, с кем ты живешь, с людьми делиться, и тогда тебе еще все вернется с торицей, да, да, дело в том, что, да, и в дошкольном, в дошкольных заведениях уже это можно читать, потому что дети сейчас, в общем-то, быстро, они достаточно быстро развиваются, они все это способны уловить, главное с ними обсуждать, как они поняли, что они поняли, где-то пояснять, чтобы вот они погружались в детство, дальше, посмотрите, у нас очень много интересных вот таких литературных произведений, литературных сказок, и вот здесь, например, Сергей Тимофеевич Аксаков, «Аленький цветочек», ну, конечно, это Башкирия, земляк, да, многие, кто вот из Уфы, или из Башкортостана, здесь, если есть возможность, конечно, замечательно, когда мы почитали какое-то произведение, и, например, мы живем в таком вот регионе, в таком городе, где есть еще и музей, допустим, этого писателя или поэта, и мы можем, посмотреть какой-то и художественный фильм, и мультфильм, еще сходить в музей, понимаете, в театр сходить, это, конечно, все целостно дает возможность посмотреть на художественную литературу, в том числе через призму нескольких видов искусства, ну, вот, например, Аксаков Сергей Тимофеевич, если мы живем в Уфе, да, мы можем сходить и в музей Аксакова, и поговорить, да, потом уже в начальной классе, конечно, детские годы Багрова, внука о маленьком Сереже Багрове, да, о том, как проходило его детство в Уфе, ну, вот, «Аленький цветочек» тоже прекрасная сказка, ее можно детям тоже читать, обсуждать, вот, я буквально фрагмент взяла, но, почему я взяла, вот, литературные сказки, они, конечно, безусловно, они очень хороши, они очень хороши, но здесь нужна глубокая, вот это как раз таки лексическая работа, которая обогащает лексикон ребенка и помогает ему проникнуть более глубоко в ткань художественного произведения, ну, вот, например, я вот только начну, да, в некем царстве, в некем государстве жил-был богатый купец, именитый человек, и вот сразу же здесь, да, в некотором, в некем некотором пояснить, купец, кто такой купец, и картинки можно показать, и объяснить, да, кто такой купец на современном уже языке, чем он занимается, много у него было всякого богатства, дорогих товаров заморских, жемчуга, драгоценных каменьев, золотой и серебряной казны, и было у того купца три дочери, все три писаные красавицы, оменьшая лучше всех, и любил он дочерей своих больше всего, своего богатства, жемчугов, драгоценных каменьев, золотой и серебряной казны, по той причине, что он был вдовец, и любить ему было некого, любил он старших дочерей, а меньшую дочь любил больше, потому что она была собой лучше всех, и к нему ласковее. Да, я вижу, да, здесь тщательно все правильно пишется, литература очень много рекомендуется, безусловно, и вот смотрите, я к тексту, да, возвращаюсь, здесь очень много таких слов, над которыми можно поработать, что значит заморский, объяснили, что значит жемчуга и каменья, казна, купец, вот, кто такой вдовец, да, объясняем, и вот дальше следующий абзац, вот и собирается тот купец по своим торговым делам за море, за 3,9 земель, 3,9 царства, вот уже пошли фразеологизмы, за 3,9 земель, это устойчивое выражение, сейчас мы употребляем, здесь очень далеко, 3,10 государство, и говорит он своим любезным дочерям, дочери мои милые, дочери мои хорошие, дочери мои пригожие, как ласково, и они к нему ласково, и меньшая дочь особо ласково, да, к нему обращается, так и он, посмотрите, сколько обращений, как ласково отец обращается к своим детям, еду я по своим купецким делам за 3,9 земель, 3,9 царства, 3,10 государства, и мало ли, много ли времени проезжу, не ведаю, то есть не знаю, объясняем, да, и наказываю я вам жить без меня честно и смирно, и коли вы будете жить без меня честно и смирно, то привезу вам такие гостинцы, каких вы сами захотите, и даю я вам сроку думать на 3 дня, и тогда вы мне скажете, каких гостинцев вам хочется, здесь посмотрите, будете жить без меня честно и смирно, что значит честно, честно, да, порядочно, объясняем, смирно, то есть дружно, хорошо, в уважении друг к другу, в понимании, и тогда только привезет гостиница, то есть нужно, вот, тоже здесь нравственный компонент, да, как нужно себя правильно вести, когда родителей дома нет, вот, тогда будут и гостиницы, ну, и дальше идет развитие, я к тому, что, когда мы читаем вот такую литературную сказку, безусловно, здесь нужна лексическая работа, для того, чтобы детям был понятен смысл, ну, и для того, чтобы обогащать их лексику. Литературных сказок очень много, и, конечно, вот еще, что мне хочется сказать, когда мы вообще говорим, даже в дошкольном уже возрасте, когда мы рассказываем о книге о писателях, о поэтах, безусловно, об их творчестве мы тоже должны сказать, есть интересные факты из биографии, из детства этих художников, слова, да, что будет запоминаться ребенку, хорошо показать портреты, потому что у них память очень хорошая, цепкая, то есть портреты показать, немножко об их жизни интересные факты рассказать, это все уже отложится, в начальных классах они будут об этом помнить, дальше будет им интересно, они будут углублять этот материал, вот, и, поэтому, конечно, вот личность Александра Сергеевича Пушкина в этом плане, конечно же, значима, безусловно, очень много сказок, и сказки различные, но самое главное, это образцы художественной литературы, это образцы литературного языка, безусловно, мы к ним обращаемся, всего у него семь сказок, ну, вот, например, я взяла сказка о рыбаке и рыбке, тоже кусочек буквально, здесь и картинки хорошо, да, безусловно, и потом мы поговорим, когда уже сказку вы почитаете, да, какая старуха, какой у нас дед, почему так произошло, да, то есть вот это как раз идею понять, то есть что нам Пушкин-то хотел сказать, о каких качествах человека он говорит, что не есть хорошо, то есть чем нужно довольствоваться в жизни, да, в чем смысл этой жизни, то есть какая идея-то, вот об этом мы говорим, вот, жил старик, ну, она сама интересна, даже если вы будете маленьким детям ее читать, она хороша, потому что, понимаете, вообще обращение, вот я здесь вижу вопросы, к детской художественной литературе, это всегда хорошо, даже если где-то ребенок совсем маленький, на 3-4 года, может быть, не совсем понимает каждое слово, там, содержание, идейные, вот эти все вещи, но он чувствует это слово, он слышит это слово, правильное, красивое, литературное слово, и здесь тоже эстетическая функция, она работает, и вот сказка «Рыбаки и рыбки», посмотрите, жил старик со своей старухой у самого синего моря, они жили веткой землянки, ровно 30 лет и 3 года, старик ловил неводом рыбу, вот здесь объясняем, что такое невод, что такое ветхая землянка, старуха пряла свою пряжу, пряжа, старуха, да, придет, прялка, ну здорово, конечно, если у нас есть возможность показать это, конечно, да, если дети постарше, можно и в музей сходить, увидеть, что такое прялка, как это делалось, раз он в море закинул невод, пришел невод с одной тиной, он другой раз закинул невод, пришел невод с травой и морской, третий раз закинул он невод, пришел невод с одной тиной, рыбкой с непростой рыбкой золотою вот здесь можно остановиться вот если вы ребята вы поймали золотую рыбку который исполняет желание какие вы желания вы загадали да и вот параллели там на цветик семицветик там тоже желание а какие у вас желания да вот тоже это все очень интересно о чем думает ребенок до дальше голоса много человече от пустите старче меня в море старче это кто до объясняет дорогой за себя дам от что такую водку откуплюсь чем только пожелаешь удивился старик испугался он рыбачил 30 лет и три года и не слыхивал чтобы рыба говорила отпустил он рыбку золотую сказал не ласковое слово ласковое слово опять у нас ласковое слово бог с тобой золотая рыбка твоего мне откупа не надо вступать себе в синее море гулять там себе на просторе какой у нас старик да почему отпустила турнику да ну и так далее то здесь конечно глубокая лексическая работа но если ребенок слушать такие сказки перед сном это успокаивает это погружает вот это русское слово правильный литературный язык таким образом тоже формируется понимаете и грамматический строй и речь формируется у ребенка давайте пойдем дальше вот еще художественная книга дает прекрасные образцы конечно же литературного языка и это очень важно дело в том что сейчас в повседневной жизни у нас есть дефицит этого прекрасного литературного языка сожалению в семье мы не всегда можем слышать литературные образцы по телевидению вокруг вот эта окружающая среда поэтому важно чтобы все таки ребенок получал вот эти образцы литературного языка из божественной книги вы это можете сделать художественная книга это прекрасный образец литературного языка это во первых рассказах дети познают лаконизм и точность языка в стихах музыкальность напевность ритмичность русской речи о сказках конечно же меткость и выразительность помимо того что мы говорили так считает графе карпинская мысли конечно согласны так дальше сейчас я вот здесь читаю вопрос слова на работу нужно проводить обязательно даже так да 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 конечно конечно ну кафтан слова это устаревшая лексика у нас очень много в языке устаревший слов историзма партнеризма очень много иностранных слов и вот здесь детям нужно объяснять что-то такое так они очень хорошо все это запоминает и понимает то есть лексикон обогащается они в общем-то ориентируются в этом пространстве главное им объяснять абсолютно правильно вот здесь екатерина замечание нам отправляется правильно кафтан конечно объясняем еще и показать что это такое какая-то одежда когда носили что у нас язык меняется и мода меняется одежда меняется и слова поэтому меняются конечно на смену приход новой одежды по-другому и называем так устроен язык основные задачи да вот то что мы говорили сейчас отвечу на вопрос конечно же воспитанию детей бережного отношения любви книгам здесь тоже то есть когда мы читаем книгу мы листаем книгу мы обращаемся с ней мы во всех смыслах бережное отношение вообще к слову книги побуждение интереса у детей к чтению художественных произведений дело в том что когда они приходят начальные классы основная задача какая при учителем стоит научить читать техника чтения где-то вот немножечко может быть мы строим свою работу так что мы уходим от содержательного от красоты этого слова да все стараемся научить читать и именно освоить технику чтения поэтому вот здесь тоже важно на это внимание обращать чтобы не потерять содержательные аспекты развитие поэтического слуха обогащение словарей так далее так объясняем значение с непонятных слов вот если это по ходу чтения можно по ходу чтения делать чтения с остановками это хорошая методика чтение с остановкам какой-то фрагмент прочитали ребята вот здесь вот такие слова вот это вот вот это обещает вот так объяснили по ходу чтения какие-то моменты бывают такие вот какие то даже ситуация описываю на достаточно сложно для ребенка и И вы объяснили по ходу чтения, то есть чтение с остановками, как они понимают. Таким образом, и у нас обратная связь идет, и у нас внимание, да, фокусируется. И дальше читаем. Вот, то есть чтение с остановками – это хорошо. Так, идем дальше. Методы приема ознакомления детей дошкольного возраста с художественной литературой. Их очень много, я тоже некоторые только обозначу, такие вот точки расставлю. Традиции ежедневного чтения – это обязательно. Вообще, конечно, в идеале, и это замечательно, если мы сами это читаем. Сейчас столько интересной литературы, просто самим художественной литературы. Если есть такая вот роскошь, роскошь читать, хотя бы для взрослых, конечно, 30 или час, да, 30-60 минут в день читать – это замечательно, конечно. Это успокаивает, ты забываешь обо всем, безусловно. И развиваешься, ты погружаешься, ты мыслишь, потому что мы так устроены. Человек должен находиться наедине со своими мыслями, он должен размышлять, он должна быть внутренняя речь, мышление, да, он называется мышление, чтобы мы развивались. И вот эта традиция ежедневного чтения, она приучает ребенка к слушанию, к пониманию в дошкольном возрасте. А дальше уже вот эти интересы будут, кто-то будет увлекаться приключениями, кто-то фэнтези, разные жанры будет читать. Но главное, что он будет читать, он будет держать эту книгу в руках и понимать, что книга – это интересно. Оформление книжных уголков в группах детского сада. Сейчас прекрасная книга, если это есть, ребенок, может быть, дома не у всех сейчас это есть, потому что считает, что это не нужно. Есть технические средства, но это не так. Если есть книга и в детском саду есть такой уголок, прекрасно, если дети подошли, дети листают, дети смотрят, это замечательно. Посещение занятий в городской детской библиотеке, посещение здесь, продолжим, музеев различных, до театров, то есть это все прошло. Литературные викторины, различные конкурсы, беседы со взрослыми, а прочитаны обязательно. Ребенок маленький, прочитали, обсудили, что он понял, что он отсюда для себя взял, как он разобрался, какие эмоции, какое настроение, какие чувства, какие герои. То есть обсуждать нужно обязательно с родителями обсуждения, с воспитателем обсуждения. Иллюстративное рисование по сюжетам литературных произведений, то есть вот услышали, нарисовали какую-то картину, соотнесли с тем, что помнили. Анализ языковых средств обязательно анализируем на доступном возрасту, уровне. Работа над лексическим значением слова обязательно. Театрализованная деятельность, это уже в дальнейшем она может быть, да, то есть какие-то сюжеты мы можем театрализованно показывать, в зависимости от детей, от группы. Создание детьми книг, самоделок, лэкбуков и так далее. То есть выходов очень много, но самое главное, что мы должны листать эту книгу, мы должны соприкасаться с художественным творчеством, да, вот с этим миром книги. Погружаться в мир русского слова и знать, что вообще книга это, мы должны научиться с ней обращаться, работать уже вот в дошкольном возрасте. Потому что и дальше уже в начальных классах у нас основной источник познания это книга. Но книги у нас уже учебные, да, книги учебные прежде всего по русскому языку, по чтению, литературному и так далее. Так, ну вот здесь что я смотрю? Да, конечно, об этом я и говорила, что очень внимательно подбираем литературу. И здесь даже я прям вам это процитировала вот чётко. Именно вы выбираете, что смотреть, что читать, что листать, потому что у нас наша задача формировать духовное, нравственное, эстетическое. Это важно. В процессе знакомства дошкольников с художественными произведениями воспитатель, конечно, должен иметь различные методы. Безусловно, выразительное прочтение воспитателем – это важно. Ваша речь, ваше слово, ваша интонация, ваш голос порой является единственным вот таким вот средством, да, правильной русской речи. Зачастую дома этого нет, просто нет. Обсуждение прочитанного обязательно, какие эмоции, какие чувства. Рассматривать иллюстрации, как они соотносятся с прочитыванием. Объяснение неизвестных ребёнку слов таким образом. У них же много вопросов, а мы объясняем, что хотел сказать автор, да, что означает это слово. Повторное прочтение где-то. То есть всё мы это используем, безусловно. И, конечно же, замечательно, если вы работаете в тандеме, если у нас и родители отзывчивые понимают, что художественная литература – это необходимо, это нужно для того, чтобы их ребёнок вырос вот таким полноценным человеком, который, как во многих произведениях, да, показано, не даст, поделится печеньем, а не даст кусочек, там, старого хлеба, да, пожилым родителям. Вот, конечно, тогда нужно и родителям работать в этом направлении. Вот небольшие рекомендации для родителей по развитию читательского интереса мы тоже должны давать. Прививайте ребёнку интерес к чтению с раннего детства. Это важно. Покупая книги, выбирайте яркие по оформлению и интересные по содержанию книги. Здесь правильно мы говорим. Ещё и чтобы они были безопасны, безусловно, и чтобы было идейное содержание, и чтобы эстетика была. И систематически читайте ребёнку. Это сформирует у него привычку ежедневного общения с книгой. Обсуждайте прочитанную детскую книгу среди членов своей семьи. Здорово, если есть семейное чтение. Почему бы не уделять время таким образом ребёнку, не каждый, да, в своём гаджете, а полчаса почитать, обсудить с родителями именно в семье. Это замечательно, это сближает. Это сближает. Рассказывайте ребёнку об авторе прочитанной книги, кто он, такой интересный и факты. Если вы читаете ребёнку книгу, старайтесь прерывать чтение на самом увлекательном эпизоде, чтобы ему дальше хотелось узнать, а что же дальше будет. Ну и, конечно же, здесь обязательно нужно говорить о культуре общения с книгой, потому что дальше ребёнок будет учиться и общаться с учебником, с учебной книгой. Их очень много, этих правил. Не рисуй в книгах, не загибай страницы, не рви и не вне книги, не читай книги лёжа на полу, почему, не бери книги грязными руками. Здесь обязательно мы говорим и почему нельзя это делать, объясняем. Не рви, почему, да, то есть мы должны знать, почему, почему мы должны так себя вести. Спасибо. Хотелось бы завершить сегодня наш с вами разговор следующей цитатой великого педагога Сухомлинского. Чтение книг «Тропинка», по которой умелый, умный, думающий воспитатель находит путь к сердцу ребёнка. Художественная литература, и здесь я продолжу, она помогает найти путь к сердцу ребёнка не только педагогам, не только воспитателям, но и родителей. Она сближает, она развивает, она необходима. Если мы с вами читаем хорошую художественную литературу, то, в общем-то, общество, наше общество будет развиваться правильно. И мы, наверное, будем добрее, нравственность у нас будет лучше, нравственнее и бережнее относиться будем друг к другу и к слову, конечно же. Аудиокниги, конечно, это хорошо, но книги хорошего качества. Но изначально всё-таки нужно знакомить детей с печатными изданиями. Это прекрасно. Тактильное соприкосновение, пролистывание страниц, оно успокаивает, рассматривание иллюстраций, понимаете, это очень важно. Ну и вы сами подумайте, конечно, у нас разные предпочтения, но очень приятно взять хорошую, красивую книгу в хорошем переплёте, просто сесть и почитать. Это замечательно. И к этой культуре нужно приобщать наших детей. Это наше будущее. Благодарю вас за внимание, коллеги. Всех благ, будьте здоровы и успехов вам во всех делах. Читайте своим детям и сами читайте. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok